МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот человек лично ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников немецких оккупантов. Мы знаем Николая Кузнецова по книгам и кинофильмам как блестящего разведчика. Но похож ли экранный персонаж на реального героя? И откуда взялся в партизанском отряде блестящий полиглот и мастер перевоплощений? Ну, не идеального был поведения человек, который бы все кодекс строителя коммунизма, как у нас раньше называли, все соблюдал. Ничего он никак не рассказывал о себе лично. Оля, уходим. Я увидел этого немецкого индюка, который, понимаете, меня ненавидит, который меня презирает. Кузнецов никогда не был в Германии, да и вообще за границей. Но немецким владел в совершенстве. Даже коренные берлинцы были уверены, что беседуют со своим земляком. Как же простому русскому пареньку из глухой уральской деревеньки удалось превратиться сначала в инженера Шмидта, а потом в офицера вермахта Паули Зиберта? Работая над этим фильмом, я обнаружил немало удивительных фактов с биографией разведчика. Оказывается, Кузнецов никогда не был штатным сотрудником ГПУ и НКВД. И никогда не был кадровым военным, не имел офицерского звания. В партии никогда не состоял. Находился под следствием и попал за решетку. И образование у него всего-то неполное среднее. В общем, не человек, а загадка. Ну и совсем не Джеймс Бонд. И как вообще этому простому деревенскому парню удалось стать своим в немецком тылу? Москва, конец 1938 года. В дом номер 20 по старой Басманной улице вселяется обаятельный блондин. Он общителен, у него много друзей и подруг. На входной двери табличка «Инженер Рудольф Шмидт». Молодой человек, страстный любитель балета и часто посещает Большой театр. Ходят даже слухи, что у него любовные интрижки со многими балеринами. Некоторых из них он знакомит со своими друзьями, немецкими дипломатами. И совсем не ревнует. А те приглашают его в германское посольство на различные приемы. И ведут откровенные беседы, не подозревая, что перед ними не Рудольф Шмидт, а негласный агент НКВД Николай Кузнецов. Стать своим среди немцев было его первым ответственным заданием. Он как нормальный молодой человек заводил, знакомился с девчонками симпатичными. Он сказал, что тут плохого. Я думаю, любой бы нормальный мужик в данной ситуации, тем более он не был женат, вы знаете, да, семья его не обременяла, но он не переходил никаких рамок. Естественно, конечно, что он должен был вести себя более-менее раскованно, для того, чтобы привлекать людей где-то в среду определенную, попадать и так далее. ПОЗНАКОМИЛА НАСЬ ПОДРУЖИЛА В ЭТОТ РАДОСТНЫЙ ВЕЧЕР На Лубянке сразу подметили врожденную способность Кузнецова привлекать к себе людей. От нового агента исходил какой-то загадочный заряд положительной энергии. Этот молодой, стройный мужчина очень нравился женщинам. Но откуда взялись аристократические манеры и светский влоск у простого деревенского парня из глубинки? Кузнецов родился 27 июля 1911 года в деревне Зырянка в Пермской губернии. В семье было четверо детей. Младший – Никанор. Именно так звали будущего разведчика. Официально он сменил имя на Николаев в 20 лет. Уж больно ему не нравилось быть Никанором. Немецкий язык Кузнецов начал изучать в школе семилетки. Повезло с учительницей. А еще с учителем труда. Тот был бывшим пленным солдатом австро-венгерской армии. Потом уже, работая на Уралмаше, постоянно общался с немецкими инженерами, которых на заводе было много. У Николая были феноменальные лингвистические способности. Кроме немецкого, он без особого труда выучил еще польский, украинский, эсперанто и совсем редкий комимпермецкий язык. А вот поведение молодого человека в то время примерным не назовешь. С законом он явно был не в ладу. Да и на слова не воздержан. Не раз резко высказывался по поводу начальства. Особенно в адрес тех, кто проводил коллективизацию. А он-то парень достаточно был откровенный такой. И, видимо, высказывал ряд сомнений в тех мероприятиях, которые проводились. Поэтому на него органы безопасности, местные, обратили внимание, его задерживали. Возможно, даже арестовывали там на какой-то период времени, когда шло расследование по тем или иным событиям или по тем или иным людям и так далее. Но ничего противозаконного, которое бы послужило основанием привлечения его реально к ответственности и осуждению, не было найдено. Но вот в период следствия как раз и определили, видимо, его качества, которые подходили для негласной работы с органами государственной безопасности. Из личного дела разведчика. Николай Иванович Кузнецов. Агентурный псевдоним и кулик. Ученый-колонист. В 1929 году исключен из комсомола, как сын кулака и участника белой банды. Учился в лесотехнике. В 1931 году в комсомоле восстановлен. Работал лесоустроителем в райцентре Кудымкар. Там в 1932 году был арестован и получил один год исправительных работ по месту службы за халатность. В том же году становится сотрудником негласного штата ОГПУ. Живет в Свердловске. Работает на Оралмаши. Ведет агентурную работу среди немецких специалистов. В 1937 году арестовывался органами безопасности. В совершенстве владеет немецким языком. Биография Кузнецова совсем не представляет его как благонадежного гражданина. Но неизменная склонность к авантюризму, его любопытство и сверхактивность стали идеальными качествами для работы разведчиком. Молодого сибиряка с классической внешностью арийца и прекрасным знанием немецкого заметило руководство местного управления НКВД. Колониста неожиданно затребовал к себе нарком внутренних дел республики Коми Михаил Журавлев. Дело в том, что он получил из Москвы приказ немедленно повысить поставки древесины. Журавлеву срочно понадобился специалист по лесному делу. Так Кузнецов стал одним из консультантов наркома, а потом и его протеже. Именно генерал Журавлев порекомендовал колониста своему другу Леониду Райхману, в то время одному из руководителей советской контрразведки. В итоге Кузнецов оказался в Москве. Райхман сразу же проверил его на знание немецкого. Результат превзошел все ожидания. Колонист мог свободно разговаривать на шести диалектах. Правда, вот анкета его подкачала. Брать такого сотрудника в штат центрального аппарата было рискованно. Но Райхман прекрасно понимал. Генерал Журавлев просто так для работы в Москве рекомендовать кого-либо не будет. Тем более контрразведчики остро нуждались в кадрах со знанием немецкого. Слишком нагло стала действовать германская разведка в столице. Для нас, разведчиков, контрразведчиков, было ясно. Усиленная заброска немецкой агентуры на нашу территорию накануне войны, в 1939-1940-1941 году, это было доказательство того, что надвигается война. Вот-вот война надвигается. В несколько десятков раз увеличено количество забросок немецкой агентуры на нашу территорию. Приближающаяся война заставляет руководство Лыбянки идти на нестандартные решения. Начальник секретно-политического отдела НКВД Петр Федотов берет на себя ответственность. Взять Кузнецова на работу. Но без зачисления в штат. Его оформляют как особо засекреченного спецагента с окладом оперуполнооченного центрального аппарата. Это означало, что за выполненные задания ни званий, ни наград колонист получать не будет. Можно, наверное, считанные единицы назвать тех, кто из статуса секретных сотрудников перешел на штатную работу в органы разведки или контрразведки. Это, как правило, они в этой категории и остаются. Потому что все-таки требования к качествам штатных сотрудников, и не только по каким-то кадровым канонам, да, но и по партийной принадлежности по тем временам и так далее, они были очень жесткие. Николай Кузнецов даже не обучался в разведшколе. Начальство посчитало, что он и так готов к работе в Москве. Случай уникальный. И колонист не подкачал. Самостоятельно освоил фотодело, хорошо разбирался в радиоаппаратуре, научился управлять автомобилем. Талантливый был человек. По легенде, колониста делают советским немцам и выдают паспорт на новое имя. Фамилию просто переводят на немецкий язык. Теперь он Шмидт Рудольф Вильгельмович. Снабжает и убедительной легендой. Якобы родился он на западе Германии в городе Сар-Брюкене. Когда мальчику было два года, родители переехали в Россию, где он и вырос. В настоящее время Рудольф Шмидт – инженер-оспытатель авиационного завода номер 22 в Филях. Еще ему выдает так называемый «белый билет». Это бессрочное свидетельство об освобождении от воинской службы по состоянию здоровья. С такими документами Кузнецову было легче выполнять главную задачу – сблизиться с иностранными дипломатами, которым по рангу было положено посещать театры, выставки, приемы. За короткий срок начинающий разведчик сумел установить необходимые контакты. Для этого ему разрешалось практически все. Заводить множество любовниц, щедро сорить деньгами, даже становиться теневым дельцом. Его часто видели на пятачке напротив ювелирного магазина в Столешниковом переулке. Там собирались разного рода спекулянты. Достаточно симпатичный парень, молодой, да, и располагающий средствами, не обремененной работой какой-то, напряженной, трудовой. Он у станка не стоял, грубо скажем, по 8 часов. Естественно, за ним в рамках выполнения заданий осуществлялся определенный контроль. В том числе и через других негласных сотрудников, которые его со стороны как-то оценивали. Где-то он шаг вправо, шаг влево сделал, отступил от рамок выполнения задания. Они, наверное, пальчиком ему грозили, говорили, слушай, Коля, не надо вот так больше поступать и так далее. Будешь еще, значит, будут к тебе определенные санкции приняты. Для заключения сделок своих клиентов колонист приглашал в рестораны, там же, в Столешниковом. Некоторые столики были оборудованы прослушивающей техникой. В один из летних вечеров 1939 года на пятачке Кузнецову подошел хорошо одетый мужчина средних лет. И, представившись Иваном Андреевичем, предложил купить у него золотые импортные часы. Кузнецов пригласил незнакомца в ресторан «Урал», чтобы там договориться о цене. Их разговор был записан на магнитофон. А фотографию спекулянта уже через несколько часов внимательно изучали в НКВД. Выяснилось, что Иван Андреевич – никто иной, как советник дипломатической миссии Республики Словакии Гейза Владислав Кырно. Словакия в то время была активной союзницей фашистской Германии. А Кырно, и это знали на Лубянке, работал на Абвер. Кузнецов получает задание – войти в доверие к дипломату и по возможности его завербовать. Подготовить эту сложнейшую операцию молодому разведчику помогают опытные чекисты. С ним работали оперативные сотрудники, конкретные, на уровне оперуполномоченных, начальников отделений и так далее. Он был исполнителем. Все планы и конкретные использования, вплоть до возможной, я так полагаю, вплоть до возможной отработки линии его поведения и конкретных, может быть, фраз или конкретных шагов, это все отрабатывали оперативные сотрудники, которые готовили всю эту вербовочную операцию. Колонист два месяца всячески обхаживал Кырно, не жалея денег, скупал у него дефицит. Словак проникся симпатией к своему новому другу и, как говорится, потерял бдительность. Однажды Кузнецов, сославшись, что сломал ногу, пригласил его к себе домой на старую басманную. Компаньоны собирались заключить очередную крупную сделку. Дипломат пришел в назначенный час. В специальном плотняном поясе у него была спрятана партия золотых швейцарских часов. Когда торговля была в самом разгаре, в дверь неожиданно позвонили. В комнату вошли двое в штатском. Старший показал удостоверение сотруднику милиции на имя Семенова. На самом деле это был капитан госбезопасности Василий Реснов. Он сообщил, что в доме ищут опасного преступника и проверяют всех посторонних. В этот момент на столе была разложена вся контрабанда. Крно страшно перепугался и стал кричать. Я иностранный дипломат. Вы не имеете права. В таком случае, заявил псевдо Семенов, бросив взгляд на груду часов. Я должен сообщить о вашем задержании в наркомат иностранных дел. Он поднял телефонную трубку и стал наугад вращать диск. Крно схватил его за руку. Пожалуйста, не надо никуда звонить. Здесь целое состояние. Забирайте хоть все. Ну, часики нам не нужны, сказал Реснов. Ну, договориться можно. Крно молча кивнул головой. Он все понял. На чем ловят, так сказать, вот, человека, которого хотят заверовать, который является каким-то секретоносителем и нужным нам? На каких-то компрометирующих обстоятельствах. Они достаточно известны, так сказать, женщины, деньги, так сказать, вино. Но в данном случае, вот, деньги, спекуляция. На этом его, так сказать, и поймали. С помощью Николая Ивановича Кузнецова. Вербовка состоялась. О сотрудничестве, его условиях, формах связи договорились быстро. Гейзел, Адислав Крно стал ценным агентом. Он одним из первых весной 41-го года сообщил, что к советской границе немцы стягивают войска и готовятся к нападению на Советский Союз. Гейзел, Адислав Кузнецов До начала войны Кузнецов провел еще одну уникальную разведывательную операцию. На этот раз ему поставили суперзадачу организовать установку прослушивающей аппаратуры в германском посольстве. И вот здесь вопрос стал о возможной подставе его немецкой разведки. А подставить можно человека, который обладает, ну, каким-то объемом секретных сведений, скажем так, да. Немцев очень интересовал наш вес. Вот тогда и возник этот самый завод. И слегендирована была эта ситуация в отношении того, что он работает испытателем именно на этом авиационном заводе. Инженера Шмидта теперь часто можно было встретить в летной форме. Привлекательный старший лейтенант завсегдатый московских ресторанов там, где бывают иностранцы. Разрабатывая эту легенду, на Лубянке учитывали, что все граждане Рейха, находящиеся в России, обязаны были агитировать советских немцев, чтобы те стремились к возвращению на свою историческую родину. И интерес к инженеру с оборонного завода со стороны немецких дипломатов проявился практически сразу. Так Кузнецов познакомился с личным коммердинером посла Германии Гансом Флегелем. Флегель был настолько убежден в симпатиях Шмидта к нацистам, что на Рождество 40-го года подарил ему членский значок НСДАП. Потом случилось вообще невероятное. Кузнецов уговорил коммердинера показать ему квартиру немецкого посла Шуленбурга, когда тот ненадолго уехал в Германию. Во время этой экскурсии разведчик составил точный план расположения комнаты, подробнейшее описание кабинета посла. А вскоре на столе начальника советской контрразведки лежали планы германского посольства и квартиры военного атташе генерала Эриха Кёстринга. На этот раз Николаю помогла горничная, которая без памяти в него влюбилась. Ну, а дальше установка жучков стала уже делом техники. Сталин прекрасно понимал, что противник наш все равно будет Германия. Дело времени. И поэтому спецслужбы должны за этим потенциальным противником приглядывать. И санкции получали на самом большом уровне. Эти мероприятия были важны, потому что мы имеем возможность отслеживать какие-то разговоры, какие-то получаемые команды и так далее, и так далее. Очень большое значение имело для определения как раз вот этих потенциально опасных моментов. Благодаря информации, полученной в марте 41-го года, стало известно, что в подвале посольства начали сжигать документы. А семьи немецких дипломатов потихоньку под невинными предлогами уезжать на родину. Руководители наших спецслужб окончательно убедились. Война с Германией неизбежна и начнется скоро. В 41-м году чекистская разведка выполнила свою задачу. Мы сделали все, что могли. Но не все получилось так, как нужно. Я считаю, что наши сообщения о предстоящей войне Германии не были дезинформацией. И предупреждали нашу партию и наше правительство об этом. Немецкая разведка так и не смогла разоблачить инженера Рудольфа Шмидта. И в начале войны этот персонаж исчез навсегда. Николая Кузнецова зачислили в особую группу Павла Судоплатова, которая должна была заниматься разведывательно-диверсионной работой за линией фронта на оккупированной советской территории. В деле есть его письмо, направленное Наркому госбезопасности. И это настолько человечный документ, где вот душа, я не побоюсь этого слова, советского патриота в условиях, когда страна стоит на грани поражения, когда фашисты прут, как говорится, что называют, со всех сторон, он не мог, вот в силу уже подготовки, связи с органами, выполнения заданий, он не мог оставаться здесь. И он понял, и в письме написал, что здесь я никакой пользы не принесу на сегодняшний день. Эту задачу, которую я решал, или там задачи какие-то, могут сделать другие люди. А поскольку я владею немецким языком, я готов реально вступить в борьбу. И вот тогда он был переведен в особую группу генерала Судоплатова. Зимой 1942 года в Красногорском лагере для немецких военнопленных номер 27 появляется молодой пехотный лейтенант Пауль Зибер. Это новая легенда для Николая Кузнецова. Решено было направить его сюда на своеобразную стажировку для изучения нравов и быта офицеров вермахта. Пребывание в лагере для Кузнецова, который никогда не был военным, стало хорошей школой. От своих временных соседей он услышал и навсегда запомнил жаргонные армейские словечки и выражения, которые не найдешь ни в одном словаре. Из лагеря разведчика направляют в диверсионную школу. Там его учат прыгать с парашютом, метать гранаты и метко стрелять с обеих рук. После очередного рапорта Кузнецова с требованием отправить его за линию фронта, ему объявляют. Руководство НКВД приняло решение. Колонист будет использован в тылу врага по линии Т. Литера Т означала террор. Мы не готовили никаких ликвидаторов. Даже в 30-е годы ликвидаторов никто не готовил. Я даже знаю некоторых людей, которые исполняли серьезнейшие очень задания, что наши оперативные работники, что секретные наши сотрудники, они никогда не готовились к этому и не знали, что им такие могут мероприятия поручаться. Но раз, как говорят, Родина сказала, и они для реализации задач в интересах страны готовы были даже пойти на такие действия. Вот к такой категории Николай Кузнецов и относился. Его направляют подровно в разведывательно-диверсионный отряд победителей, которым командовал капитан госбезопасности Дмитрий Медведев. Ровно областной центр Волыни. Этот город в период войны немцы фактически сделали столицей Украины. Здесь размещались главные оккупационные учреждения, в том числе и резиденция рейскомиссара Эриха Коха, жестокого палача, причастного к смерти более 4 миллионов человек. Именно его должен был ликвидировать Кузнецов. И вот я стою с Медведевым у центрального костра. Самолет над нами пролетает один раз, потом поднимается выше и бросает десант. И вот вспыхивают в черном небе белые облачка, идут ребята. А Медведев уже знал, что летит человек, которого он просил для работы в форме немецкого офицера. Ни Медведев, никто из нас Кузнецова до этого не видел. Цесарский так описал первое появление Кузнецова в отряде. К костру подошел высокий статный мужчина в одном сапоге. Лицо открытое, глаза серые, добродушные. Оказалось, что он по дороге попал в болото, и один сапог так и остался в трясине. Незнакомец вынул из кармана нож, срезал верхнюю пуговицу и достал из нее свернутую бумажку. Командир отряда Медведев ее внимательно прочитал и только после этого пожал руку. Скажи, кастры! О том, что прибывший из Москвы парашютист спецагент особого назначения, в отряде знали только трое. Командир, комиссар и начальник разведки. Но все время держать Кузнецова на расстоянии от рядовых бойцов было невозможно. В партизанском лагере, как на корабле, все на виду и все друг с другом общаются. Все рассказывают что-нибудь, кто-то анекдот расскажет, кто-то что-то, а он все молчит. Ему как-то, значит, такое около костра замечание, что вы всегда молчите. Расскажите что-нибудь. Он говорит, ну как же, я расскажу, как мы с дядей Ерошкой ходили на медведя. И начинает придумывать такую ахинею. И вот такой вот отделывался такими шутками на наши, значит, требования, что-то рассказать. Ничего он никогда не рассказывал. Пауль Зиберт начал готовиться к операции. И тут выяснилось, что у немецкого офицера манера разговаривать во сне. Естественно, по-русски. Кузнецов попросил врача Альберта Цесарского будить его, как только начнет что-то бормотать. И так по несколько раз за ночь. И это помогло. От разговорчивости Николай отучился. Но тут возникла еще одна проблема. В Москве Пауля Зиберта снабдили надежными документами. Но для того, чтобы попасть в ровно, любой офицер должен был иметь при себе еще и командировочное удостоверение. А его-то как раз и не было. Достали наши разведчики в какой-то деревне разбитую немецкую пишущую машинку с немецким шрифтом. притащили. И кто должен печатать? Кузнецов не мог печатать. Это была психологическая вот какая-то преграда. Он сам себе документы печатать не мог. Он сказал, доктор, будете мне печатать. И постепенно я так наловчился. И вот тогда я впервые напечатал командировочное удостоверение на его имя обр-лейтенанта Павля Зиберта, который командируется в город ровно по делам снабжения своей воинской части. Какой там не сказано. Теперь нужно было, чтобы кто-то подписал готовую командировку. Тогда в штабе отряда объявили конкурс на лучший немецкий автограф. Выиграл помощник Медведева Лукин, который по-немецки ни читать, ни писать не умел. Он ставил красным карандашом какую-то хитрую такую загогулину. И вот вы знаете, он подписывал все немецкие документы и ни один из них не провалился. Печать нужно было поставить немецкую. И вот тут оказался Шиколис Трутинский, который осколком лезвия безопасной бритвы из резины вырезал немецкие печати. Вот он ставил печать, Лукин подписывал командировку и Кузнецов первый раз поехал в город. Для начала разведчику предстояло понять систему патрулирования городских улиц и проверить надежность своих документов. Для себя он сразу отметил, что в следующий раз он не появится ровно в полевой пилотке. Это опасно. Все офицеры носят здесь исключительно фуражки. Лейтенант, почему в пилотке? Господин майор, я только что с фронта. Здесь не фронт. Обычно его сопровождала как правило рота для обеспечения его безопасности. И значит, эта рота подчинялась мне тогда. Я его доводил до положенного места и мы расставались. Прощался он тоже он был всегда достаточно задумчив. Никогда не пошел буду бить фашист. Ничего подобного. Он был очень собранный. В эти последние минуты Кузнецов был особенно замкнут и неразговорчив. Простые бойцы не могли понять, что значит для разведчика профессионала душевный настрой перед выполнением задания. Ведь он должен был действовать среди врагов. Значит не только внешне походить на немца. Мы прощались с ним. Он должен был уйти в город. И вдруг он посмотрел на меня с таким высокомерием, с таким презирением. Он уже был в этой шкуре. Я увидел этого немецкого индюка, который меня ненавидит, который меня презирает. Невольно он уже перевоплотился. Вскоре ему представился уникальный шанс. Обер-лейтенант Зибер человек общительный, при деньгах. Он всегда не прочь угостить выпивкой своих приятелей. Очередной его новый друг, весьма влиятельный человек вровно. Обер-ефрейтор Шмидт, дрессировщик собак Коха. Пауль просит его похлопотать о личной встрече с рейском комиссаром. Он влюблен в местную девушку, фолькс-дойче, и хочет получить разрешение на брак. На удивление Шмидт помог. Аудиенция состоялась. Но во время получасовой беседы в кабинете все время находилась похожая на волка овчарка. Как натаскана эта собака? Дрессировщик рассказал своему другу Паулю в подробности. Он сидел перед Кохом. Он советский разведчик с пистолетом в кармане. Он мне, я помню, рассказал. У него в брюкках лежал небольшой пистолет со специальными пулями. Исключено было всунуть, надо было вытащить, взвести надо было нацелиться как-то. А тут и овчарки. Да нет, ничего бы не получилось. Абсолютно. Они, значит, умели охранять. Можете сесть. Аудиенция у Коха закончилась ничем. Если не считать, что Зиберт произвел впечатление на рейс-комиссара. И тот разрешил ему жениться. Уже в отряде у Кузнецова состоялся непростой разговор с Медведевым. Командир обвинил его в трусости. В сердцах Николай бросил неосторожную фразу, которая потом попала в рапорт Медведева на Лубянку. Меня готовили для разведывательной работы, а не для террора. Проводить операции, рискуя, подготовленные агентурой, подготовленными кадрами, которые совершали эти диверсионные террористические действия, ну, по мне, так они лучше бы два поезда взорвали, чем одного кого-то гаулятера. Одна фигура ничего не решала, убили одного гаулятера, поставят второго. Это действительно геройские операции, действительно геройские люди в них участвовали, но выход какой, каков результат? Вот когда мы вот так вопрос ставим, мне даже бывает жалко, что те усилия подготовленных оперативных групп, они были немножко, наверное, не так сориентированы, но было то, что было. Ликвидировать Ореха Коха партизанам так и не удалось. Он дожил до глубокой старости и умер как военный преступник в польской тюрьме. Кузнецов смог уничтожить только его заместителей. Последним, 16 ноября 43-го года, был убит оберфюрер СС Альфред Фунг, президент Верховного Немецкого Суда на Украине. Именно он выносил тысячи смертных приговоров. Разведчик застрелил Фунга в подъезде суда. Вы судья Фунг? Да. В начале 44-го года командир отряда победителей Медведев принимает неожиданное решение отправить колониста вместе с отступающими немецкими войсками. Первый пункт назначения город Львов. Приказ довольно странный, если учесть, что к этому моменту на Пауле Зиберта гестапо открыло настоящую охоту. Один из высокопоставленных немецких чиновников перед смертью назвал имя стрелявшего в него человека. Ориентировки теперь были у каждого армейского патруля. В итоге Николай Кузнецов с группой разведчиков попал в засаду. Обстоятельства его гибели до сих пор до конца неизвестны. Есть ряд версий. Одна убедительная, мне кажется, другая, менее убедительная версия и так далее. Но основная, которая сейчас вот пока, что они вступили в бой с бандеровцами на той территории, где дислоцировались как раз мощные отряды бандеровцев и в этом бою и погибли. Но еще раз говорю, так это было или не так, доподлинно сказать очень сложно. Во время войны Николай Кузнецов был не только ликвидатором. Он передавал в центр ценнейшую оперативную информацию. Одним из первых сообщил о грядущем наступлении фашистов на Курской дуге. Определил точное местонахождение ставки Гитлера Вервольф в Виннице. Отправил шифровку о подготовке немцами покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля во время Тегеранской конференции. Кузнецов до конца оставался верен присяге и самому себе. Его личное дело до сих пор хранится под грифом секретно. Но те, кто изучал этот документ уверены, этот человек был настоящим патриотом и гением советской разведки. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова